Ребята, всем привет! Ребята, очень много мне написали и спросили, после последнего броска, когда был бросок, что можно делать высоким ребятам для, например, маленьких ребят или для своего роста. Ребята, в принципе, все броски, что мы снимали до этого, они все подходят как для высоких, так и для маленьких. Просто предыдущий вариант, где мы показывали чумату, так как я еще раз говорил в видео, у кого длинные руки и длинные ноги, вам просто проще делать все эти зацепы, так как вы можете контролировать соперника на расстоянии. Но сегодня, по вашим просьбам, мы поснимаем, потому что очень много просили, чтобы поснимали с рукавами бросок отдельно, потому что у нас уже были какие-то экземпляры, но конкретно его мы не разбирали. Сегодня будет несколько вариантов бросков с рукавами, так что погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребята, как вы и просили, как вы только что видели в бросках, когда соперник выше вас, а вы чуть пониже, либо вы одного роста делаете бросок с рукавами. Очень популярный бросок, его делают, в принципе, как высокие, так и низкие ребята. Но для низких, мне кажется, это просто идеальнейший вариант, особенно если соперник чуть повыше. Потому что соперники, которые выше вас, они всегда лезут за эти верхние захваты, пытаются раздать, либо за дворок, либо глубокий захват за спину. Вот здесь и нужно его подлавливать. Либо, когда он только берет здесь, берем вот в районе локтя, как я уже и говорил в предыдущих видео, как я показывал, берем всегда в районе локтя, либо лупим с колен этот бросок, либо делаем уже тогда со стойки. И как сейчас, уже очень так же популярный вариант этот, когда вас берут за хват, мы подворачиваемся и берем правой рукой, раньше мы брали за ногу могли брать, сейчас за это нельзя, за это дают Хансу Кумаки, то берем за спину, посмотрите, берем за спину, не за отсюда. Если мы будем брать за это место Хансу Кумаки, шидо, второе шидо Хансу Кумаки, берем за спину, эта рука, посмотрите, локоть не стоит, локоть вниз натянули, соперника натянули себе, здесь рукой придерживаем, по инерции он идет на вас, вот он на вас уже висит, то есть в борьбе это всегда идет движение по инерции. И отсюда делаем либо с кувырком, либо можно просто его сбрасывать. Итак, еще раз, вот у нас началась борьба, мы готовим, стоим, вот Джузеппе нападает на сверху, поменяли стойку, стоит, то есть мы забрали этот локоть, стояли так, отсюда можно сразу зайти, но, например, в борьбе это редко бывает, вообще бывает, что можно сразу же встретить, то есть, когда вот он берется, я сразу же ловлю, так тоже делают, но как чаще бывает, то есть, когда мы возимся в борьбе, то есть вот у нас такая стойка, например, да, право-направо, то есть отсюда, отсюда я меняю ногу, налево, локоть этот плотно, рукой идем, вот сюда вот, выпрямляем его здесь сюда, свой локоть я никак не сгибаю, он идет по низу, посмотрите как у меня работает этот локоть, вот отсюда вот, еще раз, тянет его руку, вот, заходит, зашли, локоть вниз, прижали к себе, вот, на мне висит, отсюда, держим его второй рукой, вы можете не брать за спину, если у вас эта рука, например, здесь, захват за шиворот, за его, за отворот, и отсюда то же самое, делаем бросок, и то же самое, когда мы боремся, например, с соперником, который одного роста, то же самое, можем брать классический захват здесь, но, например, как мы боремся, например, я показываю чисто вот, как мне нравится бороться, то есть, я когда беру, я соперника прижимаю в отдыхе, всегда пытаюсь своим бомб, немного контролировать его плечо здесь, вот, ему обычно это неприятно, потому что я давлю его, как бы, на плечо, а руку прижимаю к себе, когда у него захват вот здесь, вот это, кстати, простили очень много по захватам поговорить, когда захват у него здесь, эту руку придавливаем, придавливаем ее к себе, и у него, получается, как немного залом в кисти, ему неприятное, то он пытается от этого освободиться, То есть, вот мы лежали, вот, здесь его не прятал, он уже перетит немного, вот, и отсюда то же самое, с этим рукавом, потому что он сам пытался освободиться от этого, я ему давлю, здесь, вот сюда, на себя, и так, вот, когда он немного слабинул назад, пойдем с его рукой сразу же, раньше, и следующий вариант был, когда мы отжимали руку вниз соперника левую, то есть вот здесь так же боремся, отжимаем ее вниз, и как только надо начинать выпрямляться, правая нога, захожу сюда, левая рука всегда контролирует, я ее выдавливаю туда, за вашу левую ногу корпус под него, то есть с его рукой идем, вот сюда, вот у него получились, как руки на крест, отсюда делаем то же самое бросок, и так, еще раз, ребят, пойму уже броску, то есть ситуация, когда мы боремся, мы отжимаем его руку соперника, вот мы ее контролируем здесь внизу, то есть вот, например, борьба идет, есть, вот здесь, и как он только чуть-чуть мне дает слабину, потому что я ее здесь подпираю, с этой рукой сразу же, только смотрите, эту руку можно наверх сюда вести, можно, но это другой уже вариант, я ее веду так, чтобы эти руки шли как накрест, то есть эту руку нам надо завести под эту руку, отсюда выходим, вот, мы зашли, он его, он этой рукой себя блокирует, и отсюда сделал бросок, и еще вот этот же вариант, только когда мы руку заносим уже не сюда, а заносим эту руку наверх, в принципе, то же самое, будет она здесь, либо будет она здесь внизу, вот, эту руку мы контролируем, заносим ее наверх, то есть отсюда, бам, вот я шагом помог, он на мне висит, то есть вот мы стоим, я ногой помогаю, делаю такой вот, как прыжочек сюда, чтобы соперник на это среагировал, то есть получается, и вот, повернулись, руку натянут, видите, плечи, все у меня плотные здесь, мой локоть не болтается, нигде прижат. Ребята, такая тема была на этот раз, опять все было по вашим заявкам, пишите еще, опять будем комментировать, спасибо Джузеппе, пожелайте ему удачи, пишите в комментариях, у него через несколько недель соревнований, чемпионат Италии, поедет бороться, вот тренируем его здесь, поедет гасить, там Фабио Базили, привет. Так что, ребят, ссылки все в описании, как всегда, подписывайтесь, следите за нами, всем удачи, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok